Тревожные новости, братья и сёстры, крутятся около сериала о Ведьмаке. И дело даже не в подборе актёров. Поговаривают, что из сериала про Ведьмака желают сделать невиданную смесь книжной серии, игровой трилогии и нового авторского видения Ведьмака. А тревожная эта новость лишь по одной причине – отсебятина. Казалось бы, взять самое лучшее из книг, дополнить это всё самыми хорошими решениями из игр и добавить щепотку авторского видения, для того, чтобы этот дьявол с конгене алкогольный коктейль подать в удобоваримом виде для зрителя. Но, как показывает практика, всё самое лучшее оборачивается самым худшим. Все самые хорошие решения ужасными. А щепотка авторского видения добавляет лишь ещё одну ложку дёгтя в этот чан с противным варевом. Спасибо Канабу за новость, но я, пожалуй, сделаю вид, что не видел этого и понадеюсь, что загалочка снята по игре, а не гнаться не будут. Ранее мы уже с вами разбирали, какой должна быть основа сериала и его структура. Сегодня же давайте подумаем о том, на чём может строиться сюжет этого сериала. Поехали! И вот я снова с вами, ковбой, меня зовут Ивойс Ребус, и на текущий момент наиболее реалистичный сценарий для сериала так или иначе варьируется вокруг книжной саги о Ведьмаке. Ведь фактически права на сюжет игровой трилогии принадлежат Рэдам. А писать сценарий с нуля, имея стратегический запас книг, просто не имеет смысла. Слишком долго и дорого, а потому однозначно по книгам. Главный вопрос, по каким и как? У меня есть три теории о том, как может выглядеть сериал. Первая, и я вам её уже озвучивал, это фактически следование книжным канонам. То есть сюжетный сериал будет стараться максимально описывать то, что происходит в книгах с минимальным отступлением от темпа и порядка повествования. И то только в угоду смотрибельности сериала и чтобы новый зритель понимал, что происходит на экране. Таким образом мы увидим то, что примерно представляли у себя воображение, когда читали книги. Если авторы угадают с тем, что воображали себе читатели, то сериал обречён на успех. А бездарными вне книжными вставками для связывания сюжета и латания дыр, сериал не испортить. Я надеюсь. Хотя повествование у Сапковского иногда странное. И над адаптацией сериала придётся немного покорпеть. Да взять хотя бы начало, состоящее из разрозненных рассказов. Даже у меня не так много идей для сюжета первого сезона. Та сюжетная линия, я бы даже сказал завязка для последующих рассказов, которая проходит красной нитью сквозь оба сборника, не очень сильная сама по себе. Если её читать без дополнительных приключений. И она не зацепит нового зрителя сама по себе. Ведь они теряют погружение в этот мир и не успевают прочувствовать всю атмосферу. И даже если пойти от обратного и снимать чётко по книгам, то мы получим несколько разрозненных историй, которые могут быть не так интересны, как единая мощная сюжетная линия. А потому у меня есть второй вариант сценария для сериала, который наиболее успешно применяется при съёмке кинолент по книжным произведениям. А именно, берётся полностью произведение, вся его сюжетная история от и до. И на основе всей имеющейся информации выстраивается чёткое, понятное повествование, которое в целом не отходит от каноничных книг. Убираются лишние детали, встречи, истории и дополнительные квестлайны, которые могут запутать зрителя. Или наоборот, в случае с Ведьмаком могут быть добавлены некоторые истории-заказы, о которых нет упоминания в книгах. Но они могли бы быть и использовать их для более подробного раскрытия персонажей. Вспомните даже «Властелина колец». Никто не поспорит, что трилогия вышла крайне крутой, но книги были более подробными. Многие вещи, упомянутые в книгах, в фильм не вошли. Даже некоторых персонажей в связи с этим вырезали. Но при этом фильм получился эпичным и понятным даже тому, кто не читал первоисточник. А потому я считаю, что именно этот вариант наиболее подходит для сериала. Я не знаю, как именно можно сверстать первый сезон, но закончится он должен событиями на Таннеди. Просто представьте себе это восстание вживую. Фактически весь первый сезон должен быть посвящен знакомству с персонажами, поверхностному погружению в сюжет, в лор. Четкое определение, насколько Цири важна для Геральта, Йен и мира в целом. А потом Таннет. И уже от него можно будет плясать. Предыстория про Каэр Морхен. Первое приключение Геральта. Его отношение с женщинами и знакомство с Йен. Приключение маленькой Цири. Ее история в Бракелоне, а в завершении бойня в Цинтре и воссоединение с Геральтом. Опять-таки приключение Цири, но уже Фальки. Все, что было после Таннеда со спасением от Боннарта в Башне Ласточки. Да даже приключение Геральта в Тусенте, пускай и столикой вымысла, можно растянуть на сезон, если интегрировать в него сюжет. Но даже если опустить самое начало, основной истории книг без дополнений хватит минимум сезона на 4 достаточно плотного повествования без какой-либо отсебятины. Но есть и третий вариант. Так называемое своевольное толкование сюжета. Фактически авторы могут прочитать разок первоисточник, поиграть во все игры, начитаться фанфиков, взять за основу устои мира главных героев и пустить их как бы по альтернативному пути развитию, лишь примерно придерживаясь общих устоев. И вот это самое страшное, потому что тут авторов ничего не ограничивают. Они могут изменить пол и внешность главных героев, чего мы с вами касались в прошлом видео. Могут начудить с персонажами, поменяв местами своих и чужих, сделав например Боннарта, другом ведьмаков, Вильгифорца, любовником Йен. Йен, матерью Геральта, а Цири его возлюбленной. Добив это все наличием Деттлоффа во время их первого пребывания в Тусенте, а Региса превратив в злодея. Прикрыв все это якобы одобрением Сапковского и видением режиссера. Аж мурашки по коже от такого воображения. Но есть одно очень маленькое, но веское НО. Это Нетфликс. Как будто ни было, сериал это не кино. У него гораздо более растянутое по времени повествование, как ввиду увеличенного хронометража, так и ввиду показа одной серии в неделю. И если на убогий полнометражный фильм загнать людей можно, используя читерские маркетинговые фокусы, как это успешно делает российское кино, то вот сериалам такого не получится. И после одной-двух провальных серий, сериал просто перестанут смотреть. И вот тут на сцену выходит Нетфликс, а точнее его контроль качества, который совсем уж лютый трешак пустить в трансляцию не должен. Что вроде как хорошо. Впрочем, даже наличие Нетфликса не обещает нам каноничный сериал, лишь возможный контроль качества, который скорее оценивает общую смотрибельность, нежели каноничность и дикие восторги сугубо фанатов. Вполне возможно будет вольная адаптация по примеру третьего варианта сценария, но хорошо снятая. Фанаты будут плеваться, но привыкать к новому миру и смотреть дальше. Всем остальным же это будет нравиться. А значит, новый приток фанатов и развитие вселенной, что в целом не так уж и плохо. Время покажет. В любом случае, пока что это всего лишь предположения и гадания на кофейное гуще. Очень много информации, появляющейся сейчас в сети, это либо фейк, либо разная интерпретация каких-то непонятных интервью отдельных участников команды. Мы же ждем официальных новостей от Нетфликс по поводу актерского состава, бюджета, сценария и, конечно же, дат. Ну а пока в ожидании, поиграйте в игры, недавно вон Гвинт в ОБТ вышел, прочитайте еще раз книги и пересмотрите достаточно спорный сериал на тему вольной интерпретации вселенной Ведьмака. А вы как думаете, о чем будет первый сезон? Лично я очень жду восстания на Танаде. Напишите свою версию в комментариях, ну а я пока пошел делать новый ролик. Не забудьте про лайк, подписку и уведомления через колокольчик. Вернусь, проверю. Скоро увидимся, но на этом пока, всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»